Практика и теория католической церкви просто отрицают развод и вторичный брак. Православная церковь допускает расторжение церковного брака, но по довольно ограниченному перечню причин. Я сейчас все по памяти не приведу вам. Это, скажем, хронический алкоголизм супруга, наркомания, венерическая болезнь или заболевание с ПИДом. Первое, если супруг затаскивает в секту детей или супругу свою, по-моему, есть какие-то еще там мотивы, но это они причисляются в нашем документе. Второе, однако, несмотря на это, реально церковь на брак сейчас смотрит так, что, конечно, развод это всегда катастрофа, это неудача. Но если это произошло, и священник обычно просто ставится в известность об этом. То есть одно дело, когда церковная семья, прихожане, их жизнь на виду у священника, и тогда здесь, понятно, есть место для увещевания, излечения, трещин и так далее. А вот слишком часто приходят в храм или в епархию и просто приносят справку о разводе, уже все, уже произошло. Гражданский брак расторгнут, теперь снимите с нас церковное благословение. В таких случаях обычно церковь не проводит какого-то своего исследования. Она как факт это признает, да. Любовная лодка разбилась об иду. Соответственно, решением епископа, не настоятеля, не духовника, только решением епископа, может быть, оформлено снятие церковного венца, как следствие распоряжения гражданского брака, зарегистрированного в государственном порядке. А вот затем, да, может быть, допущен второй брак и даже обвиняется.